Всем бонжур! Меня зовут Полина, и по традиции в феврале мы с вами обсуждаем статистику. Российская книжная палата каждый февраль делится с нами информацией, как прошел предыдущий книжный год. И, естественно, я как человек далекий от цифр, но при этом любящий сравнивать различные списки, различные циферки, естественно, не могу обойти статистику стороной. Поэтому приготовьтесь, делайте себе какой-нибудь теплый напиток, потому что, как обычно, такие ролики я записываю в формате кофейных толкований, мы с вами просто говорим на тему того, что изменилось в книжном рынке. И самый главный вопрос, который волнует нас последние несколько лет со стартом пандемии, вернется ли книжная индустрия к показателям до ковидной эпохи. Увы, пока этого не происходит, однако можно заметить, что постепенно, постепенно обороты все-таки набираются, и книжный мир подает признаки жизни. Так, например, мы с вами можем увидеть, что в 2021 году было издано книг и брошюр общим количеством 108 460 штук. Это, естественно, про номенкулатуру, это не про тиражи, тиражи вы можете увидеть сами. Но самое главное, что интересует меня в этой статистике, это, естественно, список самых издаваемых авторов. Для меня, честно говоря, такие списки даже интереснее различных премий, потому что это голые факты, что действительно печаталось, что было более востребовано у читателя, и чем он интересовался, когда гуглил ту или иную книгу, когда он задавался вопросом, что же он хочет почитать. Поэтому я предлагаю вам не затягивать. Если что, вся статистика есть в описании к этому ролику. Я оставила вам ссылку на всю информацию, которую вы можете найти. Притом там есть информация не только про книги, есть и про периодические издания, то есть про журналы, про газеты. Если вам интересно, посмотрите. Самое, в принципе, важное, я уже сказала, постепенно книжная индустрия начинает дышать полной грудью, хотя, конечно же, от кризиса, наверное, никто никогда и не отправится, потому что есть кризис в типографии, есть кризис в заказах, и это все действительно анализируется людьми более сведущими, нежели я. И еще можно сделать акцент на том, что стали более популярны электронные книги, то есть электронные издания тоже востребованы. Все это наверняка проанализируют антропологи будущего, но, в принципе, уже сейчас можно сделать вывод, что люди интересуются электронными книгами наравне с бумажными. Не только потому, что это удобно, не только потому, что существуют телефоны, в которых есть различные программы для чтения книг, и в том числе различные сервисы с подписками на книги и на новинки. Это удобно, я отношусь к электронным книгам вполне себе позитивно. Конечно, я больше люблю бумажные, но речь сейчас не обо мне, речь сейчас пойдет про список, про топ-20 самых издаваемых авторов в Российской Федерации. И давайте мы с вами начнем, знаете, как в MTV различные проходят чарты, мы также с вами начнем с конца. На 20-й строчке самых издаваемых авторов 2021 года расположился вальяжно Лев Николаевич Толстой. И его хочется немножко потрясти и сказать, Лева, алё, ты потерял 10 позиций, потому что по статистике 2020 года ты был на 10-й строчке. И внезапно это на самом деле вот прям худший результат, который я увидела в этом списке, потому что с 10-го места перепрыгнуть на 20-е буквально за год – это удивительно. Лева, очнись, очнись, Лева, тут война и мир происходит в книжной индустрии, пора с этим что-нибудь сделать. Мне, если честно, не очень понятно, почему Лев Николаевич так теряет свою популярность. Да, конечно, Достоевский – наше всё. И вы знаете, что я, Фёдора Михайловича, люблю кратно больше Льва Николаевича. Но при этом я не могу отрицать масштаб Льва Николаевича, да? И те, кто это делают, скорее всего, не знакомы со статистикой и не очень понимают художественную ценность его произведений даже с точки зрения истории. Но почему так произошло? Мне несколько вообще прям, прям, ну как-то я теряюсь даже в своих догадках. И хотелось бы, чтобы Лев Николаевич не покинул всё-таки этот список. У нас же тут типа традиционные ценности и все дела. Поэтому, Лёва, вернитесь, пожалуйста, хотя бы в десятку. Я не говорю про первую пятёрку, но хотя бы в десятке хотелось бы всё-таки вас видеть. Я, конечно, так говорю, как будто у меня тут пентаграмма нарисована, какая-нибудь лежит крестьянка полуголая, я приманиваю Льва Николаевича в этот список самых издаваемых авторов. Если бы я была каким-нибудь более богатым блогером, я бы обязательно сняла вам эту сценку. При этом на девятнадцатую позицию врываются Стругацки. Удивительным образом в табличке написано только Аркадий Стругацкий у книжной палаты, но я полагаю, что речь всё-таки про обоих братьев. Опять же, вы знаете, что я небольшой поклонник фантастики, но всё-таки видеть Аркадия и Бориса Натановича в этом списке мне приятно. И я полагаю, что в 2022 году продажи их книг несколько подрастут, то есть будут переиздания. В конце концов, вы наверняка уже читали новость, что грядёт новая экранизация «Трудно быть богом». Создатели грядущего сериала обещают нам досконально показать книгу наконец-то, потому что все предыдущие экранизации «Трудно быть богом», конечно же, вызывают некоторые вопросы у фанатов этой книги и у фанатов Стругацких в принципе. И как человек, который опять же с уважением относится к наследию этой классической фантастики, которая была создана братьями Стругацкими, мне бы хотелось видеть их в этом списке почаще. На 18-й позиции в нашем таком чарте тоже новичок. Это Майк Амер. Вы наверняка знаете Майка Амера по его детективам и триллерам. Внутри убийцы, глазами жертвы, как ты умрёшь. В общем-то, он пишет триллеры. У меня было с ним интервью. Кстати, очень приятный молодой человек, наверное, могу сказать молодой, потому что не сильно я заметила в нём какого-то деда. Очень прикольный, очень весёлый. И ничего удивительного в этом нет, потому что Майк Амер пишет детективы. Российский читатель очень любит детективные истории, потому что с ними очень легко использовать все, так скажем, прелести эскапизма и покидать реальность. Мне очень понравилась, кстати, позиция Майка в отношении детективов. Я его спрашивала, как писать детективы, чтобы вот действительно читатель в них погружался. И он сказал очень простую вещь, что когда заканчивается глава, она должна заканчиваться таким образом, чтобы читатель не хотел откладывать книгу, чтобы действительно хотелось скорее понять, кто же вообще виноват, кто убийца, что будет дальше, кто останется жив, кто где найдёт какие конечности и так далее, и так далее. И мне показалось, что это действительно правильно. Поэтому, если вдруг что, интервью с Майком Амером можно посмотреть в инстаграме Лабиринта, если вдруг вы не видели. Ну и очень здорово, очень рады его тут видеть. Правда, скорее всего, в этом списке он не останется надолго. Так бывает, что в этот список, в этот топ самых издаваемых авторов попадают те писатели, которые вот, ну, не самое, наверное, хорошее слово, но это писатели такие однодневки. Никоим образом не хочу как-то унизить работы Майка Амера, потому что я их, если честно, не читала, и как-то не очень-то, наверное, хочется мне с ними знакомиться. Но суть не в этом. Суть в том, что всё очень сильно зависит от издательских планов. И вы могли заметить, что в прошлом году Майка Амера действительно издавали, переиздавали, чуть ли не целая серия, по-моему, запустилась под его книги. Поэтому, естественно, большие тиражи, большие продажи, всё это благоволит тому, чтобы писатель попал в этот топ. На 17-м месте прекрасный, очаровательный, любимый читателями всех возрастов, поколений, гендеров Виктор Олегович Пелевин. С 19-го места, ура, ура, Виктор Олегович переполз на 17-е. Но, наверное, это успех. Я, кстати, полагаю, что с 19-го на 17-е место Виктору Пелевину помогли перебраться срачи, потому что вокруг его трансгуманизма было очень много разговоров в прошлом году. Книгу активно пиарили, книгу активно ругали в том числе. И я, кстати, не стала исключением. И, конечно же, многие читатели, которые могли вообще забыть про существование Пелевина, решили ознакомиться, что ж там такое, из-за чего весь сыр-бор. И, вероятно, поэтому и тиражи у Пелевина подросли, и, естественно, он стал более интересен, наверное. Ну что ж, порадуемся за Виктора, хоть так. На 16-м месте монолитом разместилась Джейн Остин. Ничего не изменилось, она как была на 16-м, так и осталась. Тут все стабильно, очень здорово, очень классно. И вообще мне очень приятно, что Джейн Остин со своими гордостями и предубеждениями, и прочими романами все равно востребована у российского читателя. Опять же, сказалось большое количество переизданий ее книг, и это хорошо. На 15-м месте нашего чарта тоже новичок. Это Оскар Уайлд. И тут, наверное, стоит задаться вопросом, а чуть ты сюда пришел. И у меня есть теория на этот счет. Популярность Оскара Уайлда в России можно списать на популярность его работы, его романа «Портрет Дориана Грея». Если вы сидите в ТикТоке, если вы попадаете на книжную сторону этой социальной сети, то вы, наверное, могли заметить популярность этой книги. Дориан Грей вообще очень известный персонаж среди молодежи. Он вызывает интерес у юных читателей, и меня это тоже не может не радовать. Я, кстати, хочу перечитать «Портрет Дориана Грея». Я купила новое издание, которое мне показалось очень и очень симпатичным. Удивительным образом, но да, в моей библиотеке не было этой книги Оскара Уайлда. И еще, и еще я хочу сказать, что мне очень приятно видеть, так скажем, представителей меньшинств в списке очень востребованных и самых издаваемых писателей Российской Федерации. Это, конечно, тоже не может не радовать. Кстати, если вы не смотрели экранизацию жизни Оскара Уайлда со Стивеном Фраем, то обязательно посмотрите. Потрясающий фильм. Сама недавно его пересматривала, и это прям одна из моих любимых таких фильмобиографий. На 14-е место чарта самых издаваемых авторов переместилась Александра Маринина. Была она в позапрошлом году на пятом месте. Ну и тут тоже, в принципе, все понятно. По-моему, в прошлом году у Александры Маринины не выходило никаких суперских новых книг, но при этом она все равно остается очень популярной и востребованной писательницей в России. Кстати, рядом с ней в этом же списке на 13-м месте тоже новичок Татьяна Полякова. И нужно отметить, что этот сегмент таких русских женских детективов, триллеров, он всегда присутствует в этом списке наиболее издаваемых в нашей стране, по художественной литературе, по крайней мере. И в этом нет ничего удивительного. Я прекрасно понимаю, почему такие книги востребованы. И можно долго распинаться, там, знаете, снобистки как-то поправлять прическу и говорить, что все это низкосортная литература, но, к счастью, это не так. И люди, которые так говорят, скорее всего, просто не понимают возможности других читателей, да, их интересы и их необходимость, опять же, в этом довольно легком эскапизме. Практически один за другим в нашем чарте переместились Юнес Бео, Джек Лондон и Борис Акунин. Юнес Бео, по статистике позапрошлого года, был на 15-м месте, теперь он на 12-м. Лондон с 13-го переместился на 11-е, и Борис Акунин с 14-го ворвался на 10-е место. Ну и вот теперь самое интересное. Самое интересное – это десятка самых издаваемых писателей, и тут, конечно же, нужно отметить, что вообще всегда интригой было, кто же на первом месте – Стивен Кинг или Дарья Донцова. Но давайте обо всем по порядку. На 10-м месте, как я уже сказала, Борис Акунин, а вот на 9-м месте у нас с вами Агата Кристи. Переместилась она с 8-го места на 9-е, и в принципе, ну, тоже ничего удивительного нет. Агата Кристи постепенно теряет свою популярность, но я уверена, что в этом году она вернется чуть повыше в этом чарте, потому что грядет экранизация «Смерти на Ниле», и, конечно же, от экранизации количество издаваемых книг очень сильно зависит, в том числе и интерес читателя к этим книгам. Многие могут даже не интересоваться литературой, но увидеть экранизацию, влюбиться в какого-нибудь персонажа и, естественно, заинтересоваться первым источником. Это классика, это стабильность, опять же, так работает книжный рынок, и поэтому за Агату Кристи можно не переживать. Потрясающая женщина Татьяна Устинова переместилась в этом списке с 12-й позиции аж на 8-е место. Вот так вот взяла и преодолела сразу 4 позиции. Татьяна Устинова — это тоже российская писательница, автор множества детективов, различных прозаических текстов, романов в том числе. Татьяна прекрасная, у нее замечательная собака, поэтому я могу за нее только порадоваться, и, опять же, востребованность ее книг у меня не вызывает никаких вопросов. И вот тут вот, опять же, интересно, 7-е место, и сразу, просто вот прям спинка заходит в этот чарт Ли Бардуга. Ли Бардуга — это американская писательница, автор фэнтези-бестселлеров «Тени кость» и «Шестерка воронов». Вообще, во всем мире они были уже проданы тиражом более, там, трех, по-моему, миллионов экземпляров, переведены на огромное количество языков, но оно и неудивительно. Вроде бы, как ее книга «Тени кость» была в прошлом году как раз экранизирована, и это, опять же, сказалось на популярности этой книги, на ее востребованности. Опять же, огромную роль сыграл актерский состав. Я замечаю, насколько популярен вновь стал Бен Барнс, насколько востребованно оказалась его роль этого Дарклинга, кажется. Я пока не читала книгу, не знаю, стоит ли мне ее читать, потому что я все-таки немножко не целевая аудитория этого романа, этой книги, да и с фэнтези я не особенно дружу. Но вы можете в комментариях написать, что вы думаете. Я знаю, что многие из вас читают эти популярные новинки, они вам интересны, поэтому, да, расскажите, может быть, я изменю свое мнение и с каким-нибудь из романов ли познакомлюсь. Но все-таки седьмое место у новичка, прям вот так сходу, это, конечно же, показатель. Это показатель того, что молодежь нынче читает. Поэтому, пожалуйста, давайте прекратим с вами гундеть, что «О-о-о-о, молодежь не читает, кому нужны книги?» Читает, и они нужны, потому что, опять же, целевая аудитория Ли Бардуга — это юноши, девушки в возрасте, наверное, до 25 лет, то есть та аудитория, которую еще можно записывать в подростки. И, конечно же, конечно же, если они покупают эти книги, если эти книги издают, значит, это кому-нибудь нужно. И это меня радует в данном случае, радует, что вот так вот прям с лету действительно на седьмое место. Это очень круто. А вот на шестом месте, и тут сейчас, наверное, нужно удивиться, особенно если вы смотрели предыдущие мои выпуски про эту статистику книжной палаты, на шестом месте, со второй строчки нашего чарта, Дарья Донцова. Дарья Донцова переместилась на шестую, шестую, блин, точку. Вы понимаете, что происходит? Это удивительно, потому что раньше, раньше реально вся борьба между самыми издаваемыми, между первым и вторым местом была между Стивеном Кингом и Дарьей Донцовой. И вот, пожалуйста, борьба закончена, Дарья Донцова не на втором месте, она на шестом. Я не понимаю, что происходит. Возможно, возможно, это связано с тем, что Дарья стала меньше писать романов, может быть, нет никаких переизданий, но я прям надеюсь, что она все-таки вернется ближе к тройке. И тут дело не в том, что я там считаю ее огромным литературным талантом. Мне просто кажется, что как женщина Дарья Донцова заслуживает каких-то огромных тиражей, и она действительно востребована. И сейчас уже вообще, как бы, скажу как есть, как будто бы не модно уже смеяться на Дарьи Донцовой. И я замечала, что даже те мои коллеги, которые пробовали прочитать ее романы, а не просто хаять ее по привычке, они берут все свои слова назад, потому что, ну, действительно, она пишет хорошие детективы, опять же, с помощью которых можно легко покинуть эту реальность. Куда-то сбежать, отдохнуть сознанием, погрузиться в них, прочитать за один вечерок эту книжечку в мягкой обложке, и все-то у вас будет хорошо. Ну, это своего рода, опять же, медитация, отдых сознания, и это нормально, это естественно. Но я очень сильно удивилась, когда увидела Дарью Донцову на шестой строчке. Пятерку лидеров открывает Михаил Афанасьевич Булгаков. Чепчики кидаем в воздух, починяем примусы массово и радуемся. Потому что до этого Булгаков был на седьмой строчке этого рейтинга, и вот он оказался в пятерке лидеров. Это, опять же, меня не может не радовать. Большое количество переизданий «Мастера и Маргариты» выходит по сей день, и я полагаю, что в этом году, опять же, Михаил Булгаков даже взлетит, скажем так, повыше, потому что грядет экранизация Воланда. Напишите, посмотрели ли вы уже трейлер. Не знаю, что пока говорить. По трейлерам пытаюсь не судить, конечно же, но сразу ясно-понятно, что это будет нечто по мотивам. Это не экранизация «Мастера и Маргариты». Фильм называться будет «Воланд». И, конечно же, 1 января 2023 года я встану и пойду его смотреть. Ну, как минимум, потому что это мне интересно. И я надеюсь, что 1 января будет даже забавнее смотреть эту экранизацию, этот фильм по мотивам. В общем, посмотрим, будет ясно-понятно. Ну, а пока перемещаемся дальше. На четвертой строчке «Эрих, Мария, Ремарка». Это меня тоже радует. Несколько лет назад, когда я снимала ролик также по статистике от книжной палаты, я говорила о том, что мне бы хотелось видеть Ремарка хотя бы в первой пятерке. И вот, спасибо вам, Эрих, Мария, что вы все-таки сделали это. Мне очень приятно. Очень приятно смотреть, что Ремарка востребован. Очень приятно, что вы посмотрели мой ролик про такую ретроспективу его жизни и творчества. И, конечно же, все ссылки на видео про авторов, которые присутствуют в этом списке, вы можете найти в описании к этому видео. В общем, я рада, очень здорово, что Ремарк востребован. Не так давно я говорила вообще о том феномене, так скажем, Ремарка, почему его так любит русская аудитория. И мне кажется, что, в принципе-то, ничего не изменилось. И это очень здорово, что он востребован у нас. Очень здорово. Мне одна из подписчиц написала в комментариях, мол, как-то она зашла в книжный магазин, спросила Ремарка, ей посоветовали читать что-нибудь подходящее ее возрасту. А мне кажется, Ремарка как раз и нужно читать в возрасте 16-17 лет, чтобы познакомиться с такими понятиями, как любовь, дружба, самоотверженность и, конечно же, какой-то там долг чести и так далее, и так далее. Короче, классно. Рада видеть Ремарк на четвертой позиции. С шестой он переместился. То есть, по статистике 2020 года он был на шестом месте, теперь, в 2021 году он перебрался на четвертое. И очень надеюсь, что будет двигаться дальше. Вроде бы как грядет экранизация на Западном фронте без перемен, поэтому, может быть, это тоже как-то скажется на тиражах его книг. Ну и теперь тройка лидеров. Кто же у нас самые-самые издаваемые писатели в 2021 году? На третьем месте не менее вальяжно расположился Федор Михайлович Достоевский. Но тут же опять нет ничего нового. Он как был на третьем месте, так там и остается. И, конечно же, как человеку, который больше любит Достоевского, нежели Толстого, мне приятно. Но, возвращаясь к началу этого ролика, все-таки Льва Николаевича хотелось бы как-то поближе к Феде переместить в этой табличке. Я очень надеюсь, что все-таки что-то да получится. А на второе место вернулся Оруэлл. И очень важно, что в 2020 году Оруэлл вообще покинул этот список. Его здесь не было. А вот в 2021 году, здрасте, пожалуйста, все это связано опять же с тем, что выходили новые издания Оруэлла, естественно, немалыми тиражами. И вообще 1984, ввиду некоторых политических историй в нашей стране, оказалась очень и очень востребованной работой. Этот роман я тоже разбирала в прошлом году. И хочется верить, что я каким-то образом помогла многим познакомиться с этой книгой. И, естественно, Оруэлл из тех писателей, которые то приходят в этот список, то уходят. Но я надеюсь, что он также останется в этой троечке лидеров и никуда не денется. Потому что люблю я Оруэлла, нравится мне его 1984. Хотя, конечно же, хотелось бы видеть здесь, знаете, так патриотично нашего Евгения Замятина с его романом «Мы». Но вроде бы как в 2022 году, получается, должна быть экранизация романа «Мы». И, возможно, Замятина мы увидим здесь в будущем. Ну а на первом месте Стивен Кинг. Стивен Кинг просто клеем «момент намазан» и никоим образом не двигается с первого места в списке самых издаваемых писателей в России. Ничего удивительного в этом нет. Стивен Кинг действительно востребованный писатель и никуда от этого не деться. Как бы я сама лично не относилась к тому, что он делает, к тому, что он пишет, как он пишет, это не играет никакой роли, потому что я прекрасно понимаю, почему он так популярен, опять же, у российских читателей. Это интересно для большинства, это помогает, опять же, сбежать из реальности, это помогает испытать новые эмоции и так далее, и так далее. Могу очень долго перечислять, почему популярен Стивен Кинг, но я думаю, вы так прекрасно все понимаете. Наверное, нужно еще рассказать, кто покинул список самых издаваемых писателей. В 2020 году в этой статистике можно было также наблюдать следующих авторов. Там была Анна Тодд, про которую я ничего не знаю, но просто какие-то отголоски до меня долетают информации. Рэй Брэдбери покинул этот список. Екатерина Вильмонт, с которой мы, к сожалению, расстались не вот только в списке, но еще и физически. Олкот, естественно, популярность экранизации маленьких женщин ликвидировалась, и Олкот также покидает этот чат. Сапковский, как ни странно, Сапковский, все, Сапковский тоже вышел из списка самых издаваемых. Но, но, вполне вероятно, что просто все, кто фанатели от Ведьмака, уже закупились его книгами, и необходимости в переизданиях нет. Ну и еще покинул этот чат Елена Счастливая, это вроде бы как автор фэнтези, но тоже была востребована в 2020 году, а вот в 2021 нет. Ну и еще во всей этой статистике есть, конечно же, список самых популярных, самых издаваемых детских авторов, и тут тоже периодически все меняется, но, как правило, не сильно. На первом месте Корней Чуковский, на втором Джан Роулинг, и на третьем Холли Веб, на четвертом месте Арина Чунаева, и на пятом месте расположился Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. В общем, со всеми этими списками вы можете ознакомиться самостоятельно, если вам это интересно, если вам интересно покопошиться во всех этих циферках данных и так далее, и так далее. Ну а я на этом буду раскланиваться, прощаться, обязательно напишите в комментариях хоть что-нибудь, потому что Ютюбу нужно напомнить, что канал существует, что он еще жив, и мне очень нужна в этом ваша помощь. Так что да, будьте активны, смотрите те видео, которые вы еще не смотрели, а мы с вами будем и дальше читать вместе.